Всем привет! Пока вы пребываете в тщетном ожидании бабьего лета, я узнала, как макаки-крабоеды лечат инфаркт, где применить жидкие микролинзы и кто поможет решить семейные проблемы. Подробности далее. Группе японских ученых, который возглавил профессор института биомедицины при университете Синсю Юдзи Сиба, удалось с помощью индуцированных стволовых клеток частично восстановить сердечную функцию обезьян, перенесших инфаркт миокарда. В ходе исследований ученые использовали IPS-клетки, полученные из кожных тканей макак-крабоедов, которые были преобразованы в мышечные клетки сердца, кардиомиоциты. Они, в свою очередь, были введены в сердца других пяти обезьян того же вида, перенесших инфаркт миокарда. В течение 12 недель пересаженные клетки прижились в мышечной ткани, благодаря чему сердечная функция обезьян улучшилась на 5-10%. Ученые Тюменского госуниверситета разработали жидкие микролинзы, которые имитируют аккомодационную систему глаза, то есть фокусируются за счет изменения кривизной поверхности. Ученые синтезировали раствор, который при облучении лучом света собирается в каплю и работает как плоско-выпуклая линза. При этом пределы изменения фокусного расстояния определяются свойствами раствора, такими как поверхностное натяжение, вязкость, давление паров и другими. Разработка может найти применение в микробиологии и медицине, в системах навигации, лазерного контроля и диагностики, а также в системах и устройствах передачи информации. Сентября 2016 года при управлении записи актов гражданского состояния Кабинета Министров Республики Татарстана организована работа специализированной службы семейного консультирования для супружеских пар, испытывающих кризис отношений или находящихся в ситуации развода. Конфликтологам Казанского федерального университета предложили организовать и наладить работу телефона доверия данной службы для того, чтобы осуществить профилактику семейных проблем. Сокращение количества разводов, укрепление института семьи и брака является важнейшей задачей для всего российского общества. Семейная политика является одним из приоритетов стратегии развития Татарстана. Это были самые необходимые новости науки на сегодня. Пока.